Давайте подумаем, на какой минуте шутки будут про бутылки учитывая, что это дезинфицирован. Срок на полгода. Паша Гец. Дело-то не в фарме. И у девочек дело не в фарме. Но при этом, если ты судишь не как все, тебя могут снизить твой рейтинг, знаешь, да? Такое тоже есть. Есть рейтинг судей. Это был очень сложный чемпионат мира. Никто, наверное, не знает об этом спортсмене. Он мне в контакт добавился, зачем? Он ел в самолете, он ел в 9.3, он ел шведский стол в гостинице. А я наготовил себе, помню, 7 килограмм риса. То есть я прям вот заморочился, как вы все, в принципе, заморачиваете перед соревнованием. В Москве, в Амстердаме я провез 7 литров детской воды, пряча ее в штаны, в пол, блядь. Но на следующий день в это время он выиграл этого Хасана, он выиграл меня, он выиграл всех ребят. И он стал абсолютным чемпионом мира. И когда я уходил вместе с ним в номер, я просто смотрел, я не понимал, блядь, он тащит эти два кубка. Абсолютно моя категория, я просто, блядь, шел, я не понял. Парень с 75 минут. Он выиграл до 75 и выиграл абсолютно. Приветствую вас. Сегодня мы в ресторане BB&Burgers в Пулково Outlet Village. И здесь собралась часть команды, ну, наверное, самая звездная, самая яркая. Меня даже немного слепит. Но, конечно, не эти ребята, а вот те лампы. Мы подведем итоги, мы обсудим будущие планы. И, конечно же, мы сегодня плотненько полопаем. Нас сегодня обеспечат кучей калорий. А все полезно, что в рот полезло. Поэтому сегодня все пойдет только на мышечную массу у нас. Мы уже сделали заказы свои. А сейчас я вам представлю сегодняшних моих соедальцев. Далер Исматов, Роман Халиуллин, Александр Соколов, Алексей Кузнецов и Виталий Угольников. Ну что, все, кроме Сашки, серьезнейшие спортсмены? Шучу, Сань, на самом деле. Да не, не, ребят. Давайте подумаем, на какой минуте шутки будут про бутылки учителя Шайбат Физики. Нет, на самом деле, чтобы вы понимали, Александр Соколов вообще-то мастер спорта по американскому футболу. Да, так что, Саша, на самом деле, один спортсмен, но потом сдался. Да, и один шокер. Я его хвалю. Что делать? Американские горки, блин. Что делать? За американский футбол молодец. А за Мэнс Физик уже... Да шутки, конечно, все шутки. Категория очень хорошая. Мне лично она, как бы, очень импонирует. Категория, насколько она в плане, ну, набрала. Она очень импонирует. Я считаю классик Физик. Кто бы что ни говорил, не интересные пропорции. Слушай, ну давай так, в будущее... Если начнут качаться, тогда да. Перестанут качки качаться, тогда за классик Физик, да. Нет, все категории интересные, все нужны. Просто все равно, классик Физик, бодибилдинг – это такой прям тяжелый спорт. Прям тяжелый. Введенной категории, где ребята в майках. Слушайте, ребята, вот сейчас мы тут ставим наверняка картиночку небольшую, посмотрите и напишите, что думаете про эту новую категорию. Реально, это Мэнс Фитнес Модел, это ребята в майках и семейниках. С 2020 года они должны выступать с мусорными бедрами. Ну это жесть. Это жесть, да. А так? Это уже даже для шоу. В России такого не будет. Нет. Нет, да почему будет? Будет, ребята. Взносы. Эти все, все новые категории делают ради взносов. Давайте так, сколько бодибилдеров выходит на сцену? Ну, меньше, чем раньше. А? Меньше, чем раньше. На Питере в категории максимум 85-го категории было 10 человек около одного. Давайте даже будем судить по минимальному. Я первый раз не видел, чтобы по юниорам не вышло вообще ни один человек. А никого, брат твой, вышел и победил? Так вот, подожди, в категории 75 килограмм не было ни одного юниора. На Питере? Да. Ни одного юниора не было в категории плюс 75 его на Питере, я не помню. Потому что все знают, что иди не нужно. Какой-то брат твой? Нет, он дома ходил. А посмеемся сейчас, когда я выходил по юниорам свой год, я помню, что-то там было человек 14 или 16. В плюс категории. А в категории до там было еще. По юниорам они самые какие? Ну, самые тяжелые. Если честно, очень непонятно вообще юниорская категория, как на один сезон бывает такие выстреливают пацаны, просто выходят. Потом пропадают. Потом вообще мертвые. Ну, выстрел это одно, но количество должно быть участников. Ну, хотелось бы, чтобы были. Все равно, мне кажется, когда два-три спортсмена хороших ходят, уже хорошо. А вообще никого нет. Больше всех денег несут бикини. Нет, я думаю, уже платье. И платье, платье больше, платье дороже уже. Категория платье стала дороже. Потому что там и купальник, и платье нужно сделать. И там, скорее всего, украшения все дороже. А вы тут жалуетесь. Фарма, гармония дороже. Вопрос ко всем по очереди. Вот я считаю, что в бикини должен быть допинг-контроль. Вот вы что думаете по этому поводу? Должен или нет? Мне кажется, не должен. Почему? 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 Ну, а что там бик? Мне кажется, там настолько минимально все, что даже проверять не стоит. Можно я скажу? Да. Я считаю, что с точки зрения прогресса в спорте, его не должно быть. Потому что если вы хотите… Средняя девочка по ним не скажет, что они вообще занимаются спортом. Ну, обычные подтянутые девочки. Сейчас, когда ты смотришь на спортсмена, ты понимаешь, что это будет сложно. Особенно, я говорю по чемпионам. С точки зрения спорта, мне кажется, не должно быть этого контроля. Для того, чтобы видеть именно прогрессию. А с точки зрения чисто моральной составляющей, то, что это более такой натуральный вид спорта. То есть это девочки. Это за то, чтобы натуральная красота и так далее. То есть это то, как должна выглядеть девушка на пляже. Изначально же так было? Да. Зайчата. Просто смотри. Для девочек, которые заряжены, есть уже у нас и фигур, и вуменс, физик, и бодифитнес. Для того, чтобы выступать и конкурировать в бикини, это в принципе не твой способ. Слушай, я считаю, что бикини – это конкурс красоты. Это не соревнование. Потому что априори побеждают девочек, которые от папы с мамой дали красивыми ножками, узкими коленочками, там, да, пропорции относительно бедроогольные. Ну какой блюдо? Если говорить за чистую натуральность, тогда нужно отсекать момент с грудью, с губами и совсем остальных. Нет, ну сколько процент мужчин употребляют фарму в зале? Ну реально, очень большой. Подавляющее большинство, мне кажется. 70%. Которым даже не видно. И сколько у нас культуристов ходят по залу? Ну да. Что? Да. Да? Делают они в фарме? И у девочек делают они в фарме? Подожди, они понимают, что быть качками. Это простые пустители клубов. В частности, когда к ним приходит девочка, например, просит помочь к соревнованиям, ты у нее спрашиваешь, что она делала, и видишь, что она на начальном только этапе, а она уже перепробовала столько всего. Абсолютно правда. Мне пишут, спрашивают вопросы, и я говорю, у тебя какой-то бардак со здоровьем. Что такое? Что ты принимала? А вот это? А почему? А тренер сказал, что это можно. Тренер сказал, что безопасное. Просто я знаю очень многих чемпионок, как раз таки они чистые. Вот в чем дело. А девочки посредственные, которые не выигрывают, они формят, чтобы достигнуть уровня чемпионов, не достигают, портят свое здоровье. И поэтому я считаю, что у девочек нужно. О, новость! Давайте еще один. Ну, это повод новостной отдельно. Буквально, по-моему, вчера или позавчера из Федерации Перми был дезинфицирован сроком на полгода Паша Гец за рекламу, по-моему, краски гормона роста. Да, да, да. Что думаете? В Инстаграме? Да, в Инстаграме, наверное. Это двуличие. Я хотел сказать еще к первому вопросу. Нужно понимать, что ставит перед собой спорт. Спорт имеет на собой критерии быстрее выше силеи, из чего мы говорили. Ну, из чего не здоровье. Нездоровье. А у тебя еще глубже. Хотя, если мы откроем положение любой федерации, что написано? Поляризация здорового образа жизни. И если мы берем социальный аспект, то, конечно, люди не должны о каких вещах говорить, и девушки не должны использовать. Но мы понимаем то, что процесс со времен Сандова изменился в бодибилдинге. И сейчас задан такой тренд, что натуральный бодибилдинг, и даже тот же бикини. Невозможно. Такое себе. Ну, во-первых, в Древней Греции применялся допинг всеми спортсменами. Всегда не чеснок. Например, перетертые текстикулы быков. Применялись как искусственный источник андрогенов дополнительный. Так что не надо никого придумывать и обманывать. Спорт есть спорт. Просто бикини не совсем, так скажем, именно спорт достижений спортивных. Это больше генетика, красота. Правильно? Унгрус красоты. Я хотел просто сказать, что если принимаются такие решения, то федерации не должны брать в качестве спонсоров фирмы, которые представляют... Парни дисквалили. Федерация одобрила дисклицировать парня за рекламу гормона. Тогда почему дисклицируют президента Федерации России, например, за рекламу гормона? Пока жду ребрышки. Я считаю, в этом заведении самые-самые вкусные ребрышки. И еще можно те, кто худеет, кто набирает. Рекомендую. Ну, это вообще легко. Сегодня спонсор у нас поедание калорий гиппоке. Я думаю, у меня сейчас где-то около 2-3 с ребрышками. Взял ребрышки, взял крылышки, поскольку все-таки мы же бодибилдеры и не нужно забывать про курицу. Вот. И взял два бургера каких-то с Рони, поскольку я надеюсь, что это связано с Вузбилзином Коллемом. Такой есть популярный товарищ. И еще один какой-то бургер классик взял. Попробую. Ну, я думаю, для разгона хватит. Попробую считаю, где-то здесь где-то калорий 600. Ну, где-то 3 с копейками съем сейчас. Для разгона, в принципе, нормально. Ну, и коктейли молочные с коллой зеро все Штепаном. Вот так вот. Приятного мне аппетита. Стандарт, ребрышки, бургер. Ну, ты же полторы коллой зеро. Полторы. И коктейль два молочных. Два молочных коктейля? Ну, еще на разгон. Это все на разгон. Так, у меня тоже ребра. Ребра здесь просто обалденные, реально. Я уже одну съел, на самом деле. Пока ребята говорили, я уже одну съел. Ребра и бургер. Еще по одному бургеру для всех сейчас готовится. Рони. Три классика, три Рони. Там все уже определятся. У меня называется бургер «Пьяная бабушка». Сейчас расскажу, как он. Вот. И тоже у меня молочный коктейль. Тут пока две тысячи. Ну, еще, наверное, думаю, две тысячи прилетит сегодня. Я сейчас немножко, ну, стараюсь много не есть. Не тренируюсь уже порядка двух недель. Соль, считаю. Стараюсь прямо вот в плане еды быть более-менее аккуратным. У меня сегодня повод такой собраться с такими ребятами. Вот. Немножко разрешил себе почепилить. Ничего такого, ну, сверх калорийного. Ребятам сегодня не догнать. Но то, что поем вкусно, это точно. Ну, у меня, кстати, вот прям совсем недавно закончился соревновательный сезон. Вот. Но я перетерпел этот жор, который наставал. Вроде более-менее нахожусь сейчас в форме. И, на самом деле, не такой аппетит, как после сушки, как после того, как ты заканчиваешь сезон. Ты просто мечешь все это. Все почем не зря. Все еще не прибито к полу, ты все съедаешь. У меня два бургера. На самом деле, бургеры небольшие. С сыром. Один с яичком. Ну, естественно, шавуха. И ребрышки разрекламированные. Их все попробуют. Не знаю, сколько здесь калорий. Ну, порядком, наверное, две с половиной, три тысячи. Плюс лимонад. Обязательно, ребятки, ферменты. Не забывайте, чтобы это все спокойно усвоилось. Ну, и всем бон аппетит, команда Genetic Club. Спасибо. Ребят, напомню, что Роман Холиурин в этом сезоне выиграл вообще все, где участвовал. Выиграл все. Выиграл все абсолютки. И чемпион мира, что я считаю, наверное, одним из самых почетных званий в нашем бодибилдинге. Как бы мы не относились к федерациям, то, что они разошлись, но уровень чемпианта мира и званий чемпиона мира – это круто. А тот чемпионат мира, который был в этом году, ну, это было что-то просто космическое по уровню спортсменов. Рома поздравляем. И под завершением сезона на турнире Оксаны Гришиной, турнир NPC в Москве, Рома забрал Pro-карту. И то, что нам сообщил, что он ее подписал в том числе. То есть все, ты IFBB Pro ждешь, а теперь рассказывай, чего ты ждешь. Семь участников, которые выиграли абсолютные категории на турнире Оксаны Гришиной, который проходил 30 ноября в Москве, получают приглашение на турнир, который будет проходить осенью. Честно говоря, не помню, как называется турнир, но нам оплачивают перелет, гостиницу на время проведения турнира, стартовый взнос и визу, что немаловажно, потому что, кто не знает, те, кто выступают и ездят выступать в Америку на соревнования, они под туристической визой не имеют права это делать. Поэтому им нужна нормальная виза, которую НПС-шная федерация, федерация НПС помогает получить спортсмена. Поэтому я жду этого долгожданного письма на свою электронную почту. И, соответственно, в конце января я уже планирую начать подготовку на осенний соревновательный сезон, где будет, ну, как минимум, два старта и один, наверное, в Америке, на который пригласят, и один, может быть, что-то поближе, европейский, ну, тоже по-друге НПС. Вот как-то так. Такие планы у меня на 2021 год. Ну, и, соответственно, ближайший план – это перевести семью в Санкт-Петербург. Я вот сейчас мы кушаем и в этот день летаю за семьей. Ну, одна из самых сложных категорий, мне кажется, была у Лёшникова. Ну, да, видишь, тоже разговоров много. Ну, я пока еще морально не готов, наверное, карма, судьба, Господь, Бог меня спас. Чувак, не херевай, Европу и мир выиграть в одном году. Давай еще в следующий выстрел. Получился сделать форму, кондиции, кстати, благодаря рекламе, не рекламе, пусть меня, не знаю, дискрептируют, нет. Ну, как начал сотрудничество генетиклапа использовать часто самотекс, даже вот… Так дикенько сказал. Мотекс, самотекс, продукцию, да, генетика, то прогресс был очевиден. Реально. Мясо начало расти, как-то так… Какой-то уфрат, можно было. Да, вес как бы растет, мясо растет, а качество улучшается, блин, ну реально хорошо. И получается даже вот с Европы, я на Европе взвесился 110,5 на взвешивании, а на Мире было уже 12,5. Два килограмма я за два месяца, считай, набора набрал. Блин, ну это круто. Мне самотекс дует вообще, мне нравится. Нет, по сути, я думаю, что это слом. Да, Роман уже чемпион мира, но я думаю, что тут все четыре чемпиона мира, потому что я уверен, что Алексей, Италий и Далер свои кубки чемпионов мира обязательно заберут в самом обозримом будущем. Ты подготовленный, ну ты или прогорит у тебя или нет. Я был на чемпионате мира три раза. Ты же перегорит или прогорит? Нет, я в плане вот, знаешь, бывают такие случаи, когда спортсмен подготовленный, ну по каким-то, блядь, непонятным причинам он или не побеждает, или не входит в турку. Или же, например, ты смотришь в целом чемпионат мира, видишь абсолютного чемпиона, ну видишь, например, парня, который стал второй или третий в какой-то категории, сравниваешь их, блядь. И, блядь, ну, не понимаешь, а пацан-то вот этот, который стал второй или третий, он как бы и по куче абсолютно, там все равно есть вот эта вот арабская мафия, вот эта вот, ну не знаю, египетская она, не египетская, как хаплить, но восточная мафия, которая там что-то рулит у себя. Парень, который выиграл Леху, я выступал с ним в 2012 году, и его родной брат, получается старший, он до этого выиграл в 2015 году чемпионат мира, а в этом году видно было как его протаскивать. Давайте отдадим должное, во-первых, парень был неплохой. Неплохой парень была хорошая форма, но, если взять победителя и взять второе место Алексеем, это два совершенно разных. Бодибилдинга. Два бодибилдинга разных, вот совершенно. И какому бодибилдингу отдавались критерии в итоге на этом чемпионате мира, непонятно. Непонятно. Было понятно, что в мэнс физиках, да, которые вот мускуляры поехали наши, чемпионы России, и они даже в топ-10 не попали на мире. И, конечно же, я ходил в судейские семинары, и очень классная оговорка была на них проведена. Есть определенные критерии, но главная задача судьи, если ты выбрал какого-то победителя, обосновать почему и не сесть в лужу. Все. Я художник, я так и вижу. Но при этом, если ты судишь не как все, тебя могут снизить твой рейтинг, знаешь, да? То есть ты должен обосновать, и вроде бы все нормально, но суди как все, иначе тебе снизит рейтинг. Такое тоже есть, есть рейтинг судей. Я ехал в чемпионат мира в Мексике. Это был очень сложный чемпионат мира, он был очень далеко, и я почему-то был уверен, что туда мало кто подготовится. Дорога была очень тяжелая. Я, получается, из своего города Калуги в Москву ехал 3 часа, из Москвы в Амстердам 3 часа, из Амстердама в Мексику 10 часов, через Мексики до гостиницы еще 5-7 часов автобусом. Я был уверен, что никто туда не поедет. Со мной ехал такой спортсмен, его звали Евгений Бейзитов. Вы, наверное, никто не знаете об этом спортсмене. Ну, он мне в контакт добавился за чем-то масс-фолловингом, поэтому я не знаю уже. Очень такой маленький спортсмен, он весил до 75 килограмм, и всю дорогу, сколько мы летели в Шпионат Мира, он ел. Он ел в самолете, он ел в GT3, он ел как бы шведский стол в гостинице. А я наготовил себе, помню, 7 килограмм риса, ну, чтобы каждые полтора часа есть, там, по 3 ложки. Потихоньку начал грузиться. С собой, да, у меня была огромная сумка набитая. Когда я был в самолете, я ее запихнул в полотенник с тюардессом. Они мне разогревали каждые полтора часа. То есть я просчитал, блядь, каждый час своей жизни. Когда я прилетел в гостиницу, я купил свежий рис, его мне там повара готовили. Я его проверял, дал попробовать людям. Они его крошили в руках, чтобы там не было масла. Они его пробовали, соленым, несоленым. То есть я прям вот заморочился, как вы все, в принципе, заморачиваете перед соревнованием. Вот, честно, вот глядя на ролики профессионала вообще, вот, Далера, мне всегда его было интересно смотреть, то, как он подходит к выбору продуктов, мяса, рыбы. То, как он подходит к тренировочному процессу, я всегда смотрел. И вот, на мой взгляд, альтернативу, я вот ни одного атлета в России реально не видел, кто вот именно вот так вот досконально подходит. Нет, есть еще один фанатик такой же, Громоняна Шот. Тот тоже, блядь, у него сумка, 115 банок, чаев, все по контейнерам. Да, блядь, они не знают. Я всегда ждал выпуска с Далером, потому что это было нереально интересно, это реально мотивирующий ролик. Сыбертка, тушенка и сыр, семечки еще очищены. Ну, сало с консервами жалко. Все так заморачиваются, потому что, блядь, от всех этих деталей зависит. Я помню, я ругался с пилотом, ругался со стюардессами, что десять часов я не могу пить обычную воду, что мне хотя бы полтора литра надо с собой протащить. Я помню, как люди, которые со мной сидели, стали ругаться тоже вместе со мной, типа, он спортсменент, разрешите ему провести воду. Я помню, как я прошел вот это вот все, и вроде бы сделал неплохую форму, а парень, который все это время жрал, как не в себя. Чтобы вы понимали, при регистрации его вес был 78-79 килограмм. Он типа грузился, получается? Грузился. Я подгружался, а он просто жрал. Грузился. Он не грузился, он просто жрал. Да, то есть нам раздавали конфеты, я ему их отдавал там. И все ел. Хотел его слить соревновать. Я хотел его слить, я не буду покупать. А он ему помогал. Я не буду. Я говорю, Жень, хочешь? Будешь? Да, хочешь? Я говорю, нет. Он ел эти Milky Way, я не буду отрицать. Я говорю, я не буду. Ты будешь? Да, давай. Все. Получается, он весил в день соревнований 79 килограмм. В день взвешивания. Ему нужно было скинуть порядка 5-6 килограмм. Он делал много лазиц, много кризм, много различных процедур очень нехороших. Не очень оздоровительных, так скажем. Он их сделал, и когда он стоял на регистрации, вот прям фиолетовый, он говорил, что будьте готовы вызывать скорую. Да, то есть я не говорю о том, что хорошо и плохо, я просто пытаюсь обозначить, что это было непрофессионально, абсолютно. То есть человек ехал туда, ему было просто лень с собой наготовить еды. Но на следующий день в это время он выиграл этого Хасана, он выиграл меня, он выиграл всех ребят, и он стал абсолютным чемпионом мира. И когда я уходил вместе с ним в номер, я просто смотрел, я не понимал, он тащит эти два кубка абсолютного и за категорию. Я просто, блядь, шел, я не понял. Парень с 75 килограмм. Он выиграл до 75 и выиграл абсолютно. Охереть. Как это, блядь? Я, блядь, а? Юниоры? Да. А вот этот Хасан Мустафа, он был просто невероятным. И как он его выиграл, это было, в моем понимании, он выглядел более натурально, более естественно. Так сказали? Так сказали, да. Прикольно. Нет, слушай, на самом деле, я тоже заморочен, но я в Индию привез воду, но я в багаж ее сдал, чтобы в ней варить рис. Потому что я в Индии, естественно, боялся есть все, поэтому я взял с собой из дома рис туда варить, взял чем-то грузиться, я дома промыл чернослив, высушил, чтобы там ничего не было. Вообще, я до момента, когда я от выступался, я ни грамма местной еды вообще никакой не съел, ни грамма воды не выпил местной. Потому что тоже просто меня так перепугали Индией, я еще каждые 30 минут руки этим спиртовой штукой обмывал. На самом деле, это так и есть? Там пиздец. Хотите офигенную новость? Большая доля вероятности, мы сейчас ведем переговоры. А вы поняли, что в Индию я летал тоже не просто так, да, понятная работа там по поводу продвижения Самотекса. Познакомились с организатором и сейчас мы говорим о том, чтобы в феврале на Олимпии, на Олимпии в Колумбии был стенд Самотекс. Прикольно. Вот так. Кучку-то для развития, мне кажется, вообще. Вот так. Южная Америка, там вообще как бы бомба. Он все дали добро, как бы уже посмотрели билеты. Денег нет, они на Каид будут менять. Попробуй их не привезти. Нет, деньги у всех там. А я знаю, что перевезти обычно в Самотексе. Продавать можно будет? Да. Как ты будешь везти его? Ну, я... Как я привез его в Индию, как он привозится в общем... В Индию там можно как бы сумки, которые вам же нужно еще больше не везти. Да, все приедет. Что? Мне сейчас лопну. По почте, я так понимаю, оттрачу. Не, не, не. По почте не придет его. Ну, я поел. Я поел. У меня нету пиздец. Ну, я поел. Я поел. Дайте какой-нибудь бульгер, Шурик. Так даже, да? Я даже не знаю. Да. Да, все. Да, все. Десерт однозначно. Без десерта вообще... Не, я сижу за фигурой. Я еще положу Лярочку, но пока не готов я, честно.